Итак, сегодня мы продолжим наш экскурс по аргументам в пользу существования Бога и начнем наш анализ морального аргумента в пользу существования Бога, который является, пожалуй, наиболее популярным аргументом среди неспециалистов, поскольку он является наиболее простым для изложения, а предпосылки этого аргумента очевидными для всех, ведь мы взаимодействуем с моральной реальностью каждый день, принимая какие-либо этические решения. Итак, можем ли мы быть хорошими без Бога? На первый взгляд, ответ кажется настолько очевидным, что даже сама постановка вопроса вызывает негодование. Те из нас, кто исповедует христианство, несомненно, находят в Боге источник нравственных сил и твердости, дающих нам способность вести жизнь лучшую, нежели та, что мы вели без него. Но кажется гордыней и невежеством утверждать, что люди, не разделяющие нашу веру в Бога, не ведут зачастую добропорядочную и нравственную жизнь. Более того, к следу нашему, иногда у них это получается лучше, чем у нас. Однако, постойте, утверждать, что люди не могут быть хорошими без веры в Бога, действительно гордыня и невежество. Но вопрос-то был другой. Он звучал так. Можем ли мы быть хорошими без Бога? Формулируя вопрос таким образом, мы ставим вопрос о природе моральных ценностей. Возможно ли, что столь дорогие нам ценности, которыми мы руководствуемся в жизни, это всего лишь социальные условности, наподобие левостороннего или правостороннего движения, или же это личные предпочтения, наподобие пристрастия к определенной пище? Или же ценности имеют силу независимо от нашего мнения? И если они объективны в таком смысле, тогда на чем они основаны? Вот вопрос морального аргумента в пользу существования Бога. Многие философы полагали, что мораль представляет весомый аргумент в пользу существования Бога. Одним из лучших сторонников этого был Уильям Сорли, профессор философии морали в Кембриджском университете. В своем труде «Моральные ценности и идея Бога», которая была опубликована в 1918 году, Сорли утверждает, что наилучшая надежда для рационального единого взгляда на реальность – это постулирование Бога в качестве основы как естественного, так и морального порядка. Сорли утверждает, что существует объективный моральный порядок, который также реален и независим от нас, как и естественный порядок в природе. Он признает, что в каком-то смысле мы не можем доказать существование объективных моральных ценностей, но указывает, что в этом же смысле мы не можем доказать, что существует естественный мир физических объектов. Вы вполне могли бы быть, например, телом, находящимся в матрице, испытывающим виртуальную реальность. Эту идею невозможно опровергнуть. Таким образом, моральный порядок и естественный порядок находятся на одинаковом основании. Подобно тому, как мы предполагаем реальность мира объектов на основании нашего чувственного опыта, мы принимаем реальность морального порядка на основании нашего морального опыта. По мнению Сорли, как естественный порядок, так и моральный порядок являются частью одной реальности. Но тогда возникает вопрос, какое мировоззрение может объединить эти два порядка в наиболее последовательную объяснительную форму? Сорли утверждал, что лучшим объяснением является Бог. Должен существовать бесконечный, вечный разум, который является архитектором природы, ищие моральные цели человек и вселенная постепенно воплощают. Ранее мы уже затрагивали моральный аргумент, говоря об абсурдности жизни без Бога. Но теперь мы рассмотрим этот аргумент более детально. Его формулировка довольно проста. Во-первых, если Бога нет, не существует объективных моральных ценностей и обязанностей. Во-вторых, объективные моральные ценности и обязанности существуют. В-третьих, следовательно, Бог есть. Этот простой короткий аргумент легко запомнить, и он логически неопровержим. Этот аргумент настолько силен, что люди обычно принимают обе предпосылки. В эпоху плюрализма и толерантности люди до смерти боятся навязывать свои ценности кому-то другому. Поэтому предпосылка 1 кажется им верной из-за того, что она подразумевает некую относительность ценностей. В то же самое время в людях глубоко укоренены определенные ценности, такие как это самая терпимость или толерантность, непредубежденность и любовь. Именно поэтому сторонники идеи толерантности считают, что навязывать свои ценности кому-то объективно неправильно. Таким образом, они также глубоко привержены предпосылке 2. И это создает в их разуме некий диссонанс, когда они слышат формулировку этого аргумента впервые. Так что важно детально объяснить каждую из двух предпосылок аргумента, и что именно мы имеем в виду под ним. Давайте более подробно рассмотрим каждую из двух предпосылок аргумента, чтобы увидеть, какую защиту мы можем предложить в их пользу, и какие возражения против них может выдвинуть неверующий. Предпосылка 1, я напомню вам, звучит так, что если Бога нет, не существует объективных моральных ценностей и обязанностей. Первая предпосылка включает в себя некоторые важные разграничения, которые необходимо уяснить, прежде чем мы сможем рассмотреть основания, по которым эта предпосылка расценивается истиной. Во-первых, обратите внимание, что я различаю понятие ценностей и обязанностей. Ценности говорят о том, что хорошо и что плохо. Обязанности говорят о том, правильно что-то или неправильно. Сначала вы можете подумать, что это разграничение не имеет разницы. Хорошо и правильно означают одно и то же. И то же самое касается плохого и неправильного. Но если вы задумаетесь, то поймете, что это не так. Итак, обязанность связана с моральным долгом, с тем, что вы должны или не должны делать. Но очевидно, что вы морально не обязаны что-то делать только потому, что это было бы хорошо для вас. Например, может быть, вам было бы хорошо стать врачом, но вы морально не обязаны становиться врачом. В конце концов, для вас также было бы хорошо стать фермером или дипломатом, но вы не можете осуществить все эти цели, все эти варианты одновременно. Более того, иногда все, что у вас есть, это возможность выбрать между плохими решениями, но не будет неправильным принять одно из них, поскольку вы должны выбрать хоть что-то. Итак, есть разница между хорошим, плохим и неправильным, правильным. Хорошее и плохое говорит о ценностях, а правильное и неправильное говорит об обязательствах. Во-вторых, есть разница между объективностью и субъективностью. Под объективным я подразумеваю независимость от мнения людей. Под субъективным я имею в виду зависимость от мнения людей. Итак, сказать, что существуют объективные моральные ценности, значит сказать, что что-то хорошо или плохо, независимо от того, что люди об этом думают. таким же образом сказать что у нас есть объективные моральные обязанности значит сказать что определенные действия правильные или неправильные для нас независимо от того что думают об этом люди так например сказать что холокост был объективно неправильным объективно злым значит сказать что он был неправильным даже если бы нацисты которые его проводили думали что он был правильным и он все равно был бы неправильным, даже если бы нацисты выиграли Вторую мировую войну и им удалось бы истребить или промыть мозги всем, кто с ними не согласен. Так что все считали бы, что Холокост был правильным. Поэтому предпосылка один утверждает, что если бога нет, то моральные ценности и обязанности не являются объективными в этом смысле. Это важно держать в голове. Итак, рассмотрим, во-первых, моральные ценности. Традиционно моральные ценности основывались на боге, являющемся высшим благом. Но если бога нет, то на чем основаны моральные ценности? В частности, почему следует полагать, что люди обладают моральной ценностью вообще? Самая популярная форма атеизма это натурализм, согласно которой существует только то, что может быть описано нашими лучшими научными теориями. Но наука морально нейтральна. Вы не сможете найти моральные ценности в пробирке. Отсюда сразу же следует, что моральных ценностей на самом деле не существует. Они всего лишь иллюзии человеческих существ. Даже если атеист готов выйти за рамки науки, почему следует читать, учитывая атеистическое мировоззрение, что люди морально ценны? С натуралистической точки зрения моральные ценности это всего лишь побочный продукт биологической эволюции и социальных условностей. Подобно тому, как стая бабуинов проявляет сотрудничество и даже самопожертвование, потому что естественный отбор определил это как преимущество в борьбе за выживание, так и их братья-приматы Homo sapiens проявляют подобное поведение по той же причине. В результате социобиологического давления среди Homo sapiens развилась своего рода стадная мораль, которая хорошо работает для сохранения нашего вида. Но с атеистической точки зрения в Homo sapiens нет ничего, что делало бы эту мораль объективно истинной. Если бы мы перемотали фильм о человеческой эволюции к началу и начали бы заново, люди с совершенно иным набором моральных ценностей вполне могли бы эволюционировать. Как писал сам Дарвин в книге «Происхождение человека», если бы люди были выращены в тех же условиях, что и пчелы в улях, вряд ли можно было бы сомневаться, что наши незамужние самки, как и рабочие пчелы, считали бы своим священным долгом убивать своих братьев, а матери стремились бы убивать своих подавитых дочерей. И никто бы не подумал остановить подобное. Если же мы полагаем, что люди особенные, а наша мораль объективно истинна, то это говорит лишь о том, что мы поддались искушению проявить так называемую видовую дискриминацию, то есть быть необоснованно предвзятым по отношению к собственному виду. Так что если Бога нет, любые основания для того, чтобы рассматривать статную мораль, выработанную Homo sapiens, как объективно истинную, по-видимому, были бы удалены. Берите Бога из этой картины и все, что у вас останется, это обезьяноподобное существо на пылинке под названием Земля, пропитанное иллюзией морального величия. Во-вторых, давайте рассмотрим моральные обязанности. Традиционно считалось, что наши моральные обязанности вытекают из заповедей Бога, таких как 10 заповедей, например. Но если Бога нет, то на каком основании остаются объективные моральные обязанности в силе? С сатистической точки зрения люди просто животные. Но у животных нет моральных обязательств друг перед другом. Когда лев убивает зебру, он убивает зебру, но он не совершает преступление-убийство зебры. Когда большая белая акула насильно совокупляется с самкой, она насильно совокупляется с ней, но она не совершает изнасилования, поскольку в этих действиях нет морального измерения. Они не запрещены и никем не предписаны. Итак, если Бога нет, почему мы полагаем, что у нас есть какие-либо моральные обязательства поступать определенным образом? Кто или что возлагает на нас эти моральные обязанности? Откуда они берутся? Трудно понять, почему они могут быть чем-то большим, чем субъективные ощущения, вызванные общественным иерарическим воспитанием? Некоторые поступки, скажем, инцест и изнасилование, не приносят биологической или социальной пользы, а потому в ходе эволюции человека оказались под запретом. Однако это абсолютно ничего не говорит о том, являются ли изнасилования и инцест на самом деле неправильными поступками. Такое поведение происходит постоянно в животном мире. Насильник, который предпочитает отказаться от стадной морали, повинен лишь в том, что идет вразрез с модой, как мужчина, который громко отрыгивает за обеденным столом. Если нет морального законодателя, то нет и объективного морального закона, которому мы должны подчиняться. На данном этапе чрезвычайно важно четко понимать стоящую перед нами проблему. Я могу почти гарантировать, что если вы поделитесь этим моральным аргументом с неверующими, кто-то с негодованием скажет. То есть вы говорите, что все атеисты плохие люди? Они посчитают, что вы осуждаете всех неверующих и не можете их терпеть. Нам нужно помочь им понять, что это полное непонимание аргумента. Вопрос не в том, должны ли мы верить в Бога, чтобы жить моральной жизнью. Нет причин полагать, что неверующие не могут вести такой образ жизни, который мы обычно называем благочестивой и достойной жизнью. Опять же, вопрос не в том, можем ли мы понять объективные моральные ценности и обязанности, не веря в Бога. Нет причин считать, что нужно верить в Бога, чтобы признать, например, что мы должны любить своих детей. Или снова же, вопрос не в том, можем ли мы сформулировать систему этики, не обращаясь к Богу. Если неверующий признает внутреннюю ценность людей, нет оснований полагать, что он не сможет разработать этический кодекс поведения, с которым в целом согласится верующий. Разумеется, неверующий не принимает во внимание какие-либо моральные обязательства перед Богом, но это уже другой вопрос. Нет же, вопрос вот в чем. Если Бога нет, существуют ли объективные моральные ценности и обязанности? Вопрос не в необходимости веры в Бога для объективной морали, а в необходимости существования Бога для объективной морали. Повторюсь снова, вера в Бога не обязательно для объективной морали, обязателен сам Бог. Вопрос не в эпистемологии, а в антологии. Другой ответ, на который вы можете рассчитывать от неверующих, это так называемая дилемма Евтифрона, названная в честь персонажа одного из диалогов платона в целом она звучит так хорошо ли что-то потому что этого желает бог или бог чего-то желает потому что это хорошо если вы говорите что что-то хорошо потому что этого желает бог вот тогда то что хорошо становится произвольным блохом бы пожелать чтобы ненависть считалась хорошим и тогда мы были бы обязаны морально ненавидеть друг друга это кажется безумием по крайней мере некоторые моральные ценности представляются необходимыми но если вы говорите что бог чего-то желает потому что это хорошо тогда то что хорошо или плохо не зависит от бога в этом случае моральные ценности и обязанности существуют независимо от бога что противоречит предпосылке 1 нам не нужно опровергать ни один из двух вариантов дилеммы и тефрона поскольку дилемма которую она представляет важно ведь есть третья альтернатива а именно бог чего-то желает потому что он сам добро что я имею ввиду я имею ввиду что собственно природа бога является эталоном добродетели а его заповеди для нас являются выражением его природы вкратце наши моральные обязанности определяются заповедями справедливого и любящего бога таким образом моральные ценности не являются независимым от бога потому что именно характер бога определяет что является хорошим а что плохим бог по своей сути сострадателен справедлив добр беспристрастен и так далее его природа это моральный стандарт определяющий добро и зло его повеление неизбежно отражают его моральную природу следовательно они непроизвольны когда ты заявляет если бы бог повелел жестоко обращаться с детьми были бы мы морально обязаны обращаться с нашими детьми таким образом он задает вопрос сродни если бы был квадратный круг было бы его площадь равной квадрату одной из его сторон ответа на такой вопрос нет потому что то что он предполагает логически невозможно это абсурд таким образом дилемма ифтифрона ставит нас перед ложным выбором и она не должна нас ввести в заблуждение морально хорошее плохое определяется природой бога а морально правильно неправильно определяется его волей бог чего-то желает потому что он добр а что-то правильно потому что этого желает бог упоминание платона вызывает в памяти еще один возможный ответ на предпосылку 1 платон считал что добро существует само по себе как своего рода самосуществующая идея поздних христианские мыслители приравнивали добро платона к моральной природе бога но платон полагал что добро существует само по себе таким же образом некоторые атеисты могут сказать что моральные ценности такие как справедливость такие как милосердие любовь и так далее просто существуют без какого-либо основания как просто как абстрактные объекты мы можем назвать этот взгляд атеистическим моральным платонизмом согласно этому взгляду объективные моральные ценности существуют но они не основаны на боге они основаны просто на этих объектах что можем сказать об этом взгляде во-первых атеистический моральный платонизм представляется непонятным что значит например сказать что такая моральная ценность как справедливость просто существует это трудно уяснить легко понять что значит сказать, что кто-то праведен, но вызывает недоумение, когда кто-то говорит, что в отсутствии людей справедливость существовала бы сама по себе. Моральные ценности представляются как то, что относится к личностям, и трудно понять, как справедливость может существовать в некой абстракции. Во-вторых, эта точка зрения не дает оснований для моральных обязанностей. Давайте предположим в качестве аргумента, что моральные ценности, такие как справедливость, верность, милосердие, терпение и тому подобное просто существуют. Как это повлечет для меня какие-либо моральные обязательства? Почему у меня есть моральный долг быть, скажем, милосердным? Кто или что возлагает на меня такое обязательство? Обратите внимание, что с этой точки зрения моральные пороки, такие как жадность, ненависть, безразличие и эгоизм, также предположительно существуют сами по себе, как абстракции. Так почему же мы обязаны согласовывать свою жизнь с одним набором этих абстрактно существующих объектов, а не с любым другим? Атеистический моральный платоизм, лишенный морального законодателя, не имеет оснований для моральных обязательств. В-третьих, фантастически невероятно, чтобы слепой эволюционный процесс образовал именно таких существ, которые соответствуют абстрактно существующей сфере моральных ценностей. Если задуматься над этим, то кажется совершенно невероятным совпадением, что так получилось. Это как если бы моральное царство знало бы, что мы появимся на сцене. Как утверждал Сорли, гораздо более правдоподобно полагать, что и царство природы, и царство морали находятся под властью Бога, который дал нам законы природы, но также дал нам и моральный закон. И гораздо правдоподобнее считать, что эти два царства являются вместе одним целым, чем то, что два независимых случайно появившихся царства. Так что же предпринять Атеисту далее? Большинство из них захотят подтвердить объективную реальность моральных ценностей и обязанностей, поэтому они просто принимают какой-то гуманизм и останавливаются на этом. Все, что способствует процветанию человека, это хорошо, а все, что из него удаляется, это плохо, и это конец истории. Однако просто рассматривать человеческое процветание как конечную точку остановки кажется преждевременным из-за произвольности и неправдоподобности такой точки остановки. Во-первых, она произвольна. Говоря об атеизме, почему следует полагать, что то, что способствует процветанию именно человека, является более ценным, чем то, что способствует процветанию муравьев или мышей? Почему следует полагать, что причинение вреда другому представителю именно нашего вида, это неправильно, но это не относится к другим видам? Во-вторых, эта точка зрения неправдоподобна. Атеисты иногда говорят, что моральные свойства, такие как добро и зло, неизбежно связаны с определенным естественным положением вещей. Например, качество плохой непременно присваивается мужчине, который избивает свою жену. Качество доброе, непременно присуще матери, кормящей своего младенца. Атеисты скажут, что как только все чисто природные качества находятся на своих местах, моральные качества обязательно появляются вместе с ними. Но, учитывая атеизм, это кажется чрезвычайно неправдоподобным. С чего это вдруг, что эти странные неприродные моральные свойства, такие как добро и зло, вообще существуют? Не говоря уже о том, что они каким-то образом неизбежно связаны с различными естественными положениями дел. Я не вижу никаких оснований полагать, что при атеистическом взгляде на мир полное описание природных свойств, задействованных в той или иной ситуации, определило бы или зафиксировало бы какие-то моральные свойства в этой ситуации. Эти философы-гуманисты просто использовали подход так называемого списка покупок к этическим вопросам, поскольку они уже придерживаются гуманизма, они просто принимают те моральные качества, которые им нужны для выполнения своей работы. Чтобы сделать их точку зрения правдоподобной, нужно какое-то объяснение того, почему моральные качества связаны с определенными естественными положениями вещей. Опять же, гуманист не может просто предполагать, что мы на самом деле видим, что человеческие существа обладают внутренней моральной ценностью, поскольку вопрос состоит не в этом, ведь это вторая предпосылка морального аргумента. Что мы хотим от гуманиста, так это основание полагать, что люди были бы морально ценными, если бы атеизм был истиной. Как бы то ни было, их гуманизм это просто упрямая приверженность вере в мораль. И наоборот, Бог это естественная точка остановки в качестве основы для объективных моральных ценностей и обязанностей, поскольку если только мы не являемся людьми, отрицающими мораль, мы должны признать некую точку остановки, а Бог, как высшая реальность, является естественным основанием, на котором можно остановиться. Более того, Бог по определению достоин поклонения, поэтому он должен быть воплощением совершенной моральной добродетели. Опять же, Бог по определению является величайшим из мыслимых существ, и существо, являющееся основой и источником добродетели, является более великим, чем то существо, которое просто принимает добродетель. Таким образом, теизм не характеризуется произвольностью и непродоподобием, с которыми сталкивается жесткий атеистический гуманизм. Итак, мы рассмотрели все основные возражения против первой предпосылки морального аргумента, и на этом мы сегодня остановимся. В следующий раз мы поговорим о второй предпосылке этого аргумента. Друзья, если вам нравится наше видео и вы хотели бы поддержать наше служение, вы можете стать нашими патронами на Патреоне. Это откроет вам доступ ко многим интересным бонусам и поможет нашему служению существовать и далее. Пусть Бог вас благословит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова